Всем привет, друзья! Очередное моё видео. Сегодня 16 ноября 2023 года. Я хочу сегодня вам тоже показать новую квартиру. Или как из огромного дома делают вот такие вот малюсенькие квартирки-клетушки. И почему они потом идут в лесхолде? И немножко постараюсь ещё объяснить, показать и рассказать. Ну и ещё расскажу про английских пенсионеров. Ещё расскажу и покажу вам прекрасный магазин Бизи Би. Посмотрим, что у нас там нового. Ну и вообще, сегодня, я думаю, мы погуляем ещё с вами по ночному городу. Так что, друзья, усаживайтесь поудобнее. И давайте начнём. Квартира у нас тут неподалёку от театра. Это вот так выглядит театр вечером. Сейчас ещё только 5 часов, но уже у нас темно. Я, как обычно, раньше пришла. И вот где-то тут совсем-совсем неподалёку написано, что 300 метров от дом, который я сегодня хочу посмотреть. Давайте смотреть, искать. Иногда вот и чёрные съёмки так красиво, да, друзья? Смотрите. Я даже не знаю, что за церковь там впереди. Классно, очень темно. Едва нашла. Вот так смотрится этот дом. Ничего не видно. Но я надеюсь, что внутри мы что-то увидим. Малюсенький дворик. Впервые, конечно, я хожу по такой темноте. Поэтому я нашла вам фотографию, чтобы вас не пугать. Вот в этом доме, с левой стороны, квартира, которую мы будем смотреть. Вот так вот выглядит этот вход. И сейчас давайте мы с вами войдём и всё посмотрим. Ну, вот, заходим в квартиру. И тоже... Ну, здесь, конечно, есть такой малюсенький коридорчик. Сразу справа кухня. Уточняю площадь кухни вам по брошюре. 3,4 метра на 1,9. То есть 6,5 квадратных метров. Кухонка 6,5, конечно, очень маленькая. Но, смотрите, здесь вполне всё есть. Всё удобно, всё близко, всё рядом. Да, маловато для двух человек. Ну, а для одного вполне сойдёт. Так, идём по коридору. Вот, пожалуйста, вам опять эти стороч. Стороч хитинг. Да? Ну, так как это викторианский дом старинный, то, видите, остались ещё какие-то тут финтифлюшки. И вот это, судя по всему, спальня. Размеры спальни у нас 3,18 на 2,77. То есть 8,8 квадратных метров. Маленькое окно здесь. Не широкое, но высоченное. Выходит оно в сад, во внутренний дворик. Ничего не видно, к сожалению, да? Вот этот опять стороч хитинг. И ещё, что хочу сказать. Значит, посмотрите, какие высоченные потолки. Потолки 3,5 метра. 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 М-м-м. But water tank? Да, вон 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 вон. Ага. Это и... Батрум? Да. Батрум? Батрум? Да, это очень красивый. Ну, да. Я имею ввиду. Но вы можете использовать снять все это. Потому что в этом месте вода вон вон вон. Вон 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 вон. Мотерный, да? Да. Это было совсем несколько лет. Какого литра? I have no idea но это просто это конденсор и это электричество да, это все электричество ага ага почему нет газ здесь не было в доме не было электричества потому что если это не газ я не могу использовать ну и пожалуй больше всего заслуживает внимание вот это вот большая комната называется sitting dining room по-английски так вот ее размеры 4,57 на 3,96 то есть 18 квадратных метров это декорация фаерплейс камина видите окно полукруглое эркерное и давайте посмотрим какие высоченные опять потолки и вот посмотрите вот эти карнизы они остались старинные еще викторианского стиля и вот смотрите сейчас я вам покажу на потолке очень интересная одна вещь которая объясняет все остальное посмотрите вот этот вот круг это место для люстры как вы понимаете да но оно здесь оказалось в самом углу видите люстру там я вам показала раньше она висит в центре комнаты а здесь в углу этот круг и вот когда мы с ней простучали вот эти вот стены здесь то они все картонные то есть получается что здесь была одна огромная комната вся эта квартира которая сейчас разделена вот такими фанерными перегородками и общая площадь квартиры 48 квадратных метров а раньше это была просто огромная комната в викторианском доме то есть понимаете это в общем то такая же история как вот наверное в санкт-петербурге из больших домов богатых граждан до революции потом в революцию перегородили и сделали вот такие вот коммуналки которые все наверное знают и получается что в англии все то же самое практически только вид сбоку дом этот разделен на 4 квартиры и он точно так же в лисхолде теперь вы понимаете что такое лисхолд лисхолд это значит что вот на длительную аренду люди приобретают себе вот эти вот маленькие квартирки в большом доме а дом принадлежит как и принадлежал раньше другому совершенно хозяину лендлорду который берет плату за обслуживание со своих вот этих вот квартирок в доме коряво может быть объяснила но уж как смогла извините так вот я не сказала сколько стоит эта квартира эта квартира стоит сто двадцать семь тысяч пятьсот фунтов как по мне так это очень дорого а вот агент женщина она сказала что нет это очень дешево а почему дешево типа того что потому что тут нужно еще продлять вот этот срок аренды он уже подходит концу осталось 60 лет это считается совсем мизер вот и для того чтобы продлить еще на сто двадцать пять лет этот срок аренды нужно будет заплатить лендлорду десять тысяч фунтов то есть помимо стоимости сто двадцать семь тысяч вы еще десять тысяч должны выложить за продление аренды и в этой квартире нет ни сада ни парковки потому что она находится в центре шанклина именно центр шанклина я вам сейчас и показываю вот я вышла в вечерний город а еще конечно классно обратите внимание стоит елочка на втором этаже у людей вот а сегодня у нас всего лишь навсего шестнадцатая ноября я могу конечно понять когда парикмахерские и магазины ставят елки в витринах но вот елочки в домах знаете как то рановато по моему видите кто как все таки привык да а у нас елку наряжают тридцать первого декабря некоторые даже вы понимаете самый просто канун а потом она стоит до января я имею ввиду до конца января ну вы знаете редко я конечно выхожу вечером в центр какого-то города у нас на острове но вот это вот у нас шанклин друзья потому что я смотрела здесь как раз еще одну квартиру сейчас у нас 6 часов вечера вроде бы не поздняя ночь но посмотрите все пусто улицы пустынные просто случайные пешеходы бегают опять же если вы спросите меня почему так вот потому что не привыкли ходить бродить просто так от нечего делать англичане они либо на машинах ездят если им куда то надо либо автобусы вот пожалуйста видите прекрасно у нас автобусы ходят часто без проблем красавчики такие сейчас вообще ночью пустые ходят я говорю ночью потому что темно но это 6 часов вечера я повторяю еще один у меня для вас небольшой сюжет в конце друзья в конце у меня как обычно наверное самое интересное я хочу опять с вами прогуляться в шикарном магазине который называется busy be и в котором у нас уже целый месяц декорации рождественские я решила вам опять показать его и еще я вам покажу и расскажу кое-что интересное про английских пенсионеров опять Слишком медленно. Очень долго. Вот так я тут здорово устроилась вместе с Дед Морозом, да. Выпьем кофе. Красивенько мне его сделали сегодня. Кофе у нас стоит 2,75, видите. Все вам показываю, рассказываю. И вот почему здесь так много людей, почему здесь так популярно. Но я ума не приложу. Неужели из-за того, что здесь вот этот breakfast английский продается? Я посмотрела. Он стоит 8,50. Small маленький, то есть маленькая порция 8,50. Если большая порция, то 11. То есть она как везде, впрочем. Не знаю, может быть очень вкусно здесь готовят для них, видите. За окном у нас погода вот такая. Дождь. Вчера было солнце, сегодня дождь. Помните, я вам рассказывала эту историю? В Англии через день дожди. Но это только зимой или поздней осенью, как сейчас вот в ноябре. Дед Мороз, или как у них называют Father Christmas, посмотрите. Он просит меня забрать его домой. Take me home today. Говорит Father Christmas. Take me home today. Это кофейня олива-3. Очень популярна у пенсионеров, посмотрите. А знаете почему? Ну, во-первых, холодно дома. Люди приходят греться. Вот сейчас у нас всего лишь, а всего пол одиннадцатого утра. Десять тридцать. Открылся магазин в десять часов. И вот видите, очереди такие кругом. Ну, на улице дождь, надо сказать. Поэтому, может быть, и правильно сидеть. Но мне кажется, я поняла почему. Потому что, вот видите, мужчина понёс заказ. Это как раз English Breakfast называется. Я сейчас попробую вам показать. Ну, вы, наверное, сами знаете, как он выглядит, этот English Breakfast. И вот люди не хотят готовить сами, а приходят сюда. Вот, посмотрите, вот он English Breakfast. Специально замедлила для вас. Ну, там бекон, две сосисочки, жареное яйцо. Обычно ещё, может быть, из банки вам положат в томатном соусе фасоль. Наверное, им хватает. И вместо обеда вот этот вот breakfast у них. А потом, понимаете, они не любят готовить. Поэтому у них и кухонки такие маленькие. Они вообще не любят заморачиваться. И вот приходят на всё готовое. 8,50 – это небольшие для них деньги. Птица. Нравится? Покупайте. Новогодний паровозик. И даже дым из трубы у него настоящий. А здесь предполагается самая красивая ёлка в центре зала. И смотрите, как придумали, интересно. Такой стол прямо рядом, рядом с ёлкой. Специально закруглённый. Хотите вот так сидеть? Под ёлочкой. Я ещё не видела такого. Такой стражник тут стоит. И крисмос пати. Крисмос пати. Здорово, здорово, да. Сервировочка. И с другой посудой сервировочка. Видите? А на сегодня у меня для вас всё, друзья. Не забудьте поставить лайк, пожалуйста. В конце этого видео лучше ставить лайк. А также подпишитесь на мой канал, те, кто ещё не подписан. Я желаю всем здоровья, всем благополучия, счастья и любви. Берегите себя в это трудное время. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Подписывайтесь на мой канал.